Признаки Божьей благодати. Сердце и время. Мир вам, братья, сестры. Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание». Друзья, когда мы видим на улице незнакомую женщину и она беременна, мы можем сказать, что у нее будет ребенок? Да, беременность – это признак будущего ребенка. Скажите, а какой признак, что у женщины будет семья и ребенок? Конечно, это муж. Когда у женщины появляется муж, значит скоро будет ребенок. В нашей жизни на самом деле есть разные признаки будущих событий. Просто нужно присмотреться. Также есть признаки Божьей благодати в жизни каждого человека, кто свою жизнь посвятил Богу. Мы рассмотрим такие признаки благодати, как расположение сердца и время. Через это Бог-Отец часто действует в нашей жизни. Посмотрим, что на это говорит Библия в Ветхом Завете, Новом и Примеры из жизни сегодня. Конечно, это трудно сделать в одном подкасте, поэтому я разбил на несколько последующих, и это первый, где мы посмотрим на расположение сердца в Ветхом Завете. Стоит отметить, что мы много говорим и будем говорить о Боге, Иисусе Христе и Святом Духе на нашем канале. Следите, подписывайтесь на канал, для того, чтобы всегда быть вместе с нами в этом увлекательном путешествии. Признаки Божьей благодати и расположение сердца. Это наиболее распространенный случай, когда Бог-Отец изменяет обстоятельства в нашей с вами жизни. Например, когда нужна операция, и дали не дежурного врача, а пришел лучший хирург для вас в вашей местности. Вот это захотел, вот тут и действует Бог-Отец. Это не мы с вами своими хорошими поступками заработали этого хирурга, а Бог-Отец захотел, чтобы у вас был лучший хирург, и он это сделал. Бог дал желание сердца хирургу прийти к вам. Один из наибольших признаков благодати Бога в нашей жизни – это то, что нас любят, многое прощают, многое терпят, и это незаслуженно. То есть, люди вокруг вас имеют сердце, которое расположено к вам. Это могут быть и постоянные, как, например, сослуживцы, соседи, так и встречные, соседи по вагону, ресторанам. Главное, они имеют соприкосновение с вами. Именно отношение, расположение сердца к вам и может влиять Господь, исполняя свою волю и желание. Тут могут быть и очень неприятные вещи, когда человек может подумать, что ему повезло, что он заслужил такого хирурга, это он такой хороший. Но это ловушка. Если вы верующий человек, все, все в руках у Бога. И нужно не приписывать всю славу себе, а обязательно помолиться и поблагодарить Бога. Если не благодарить Бога, вполне может подойти гордость. А эта жизнь в самоправедности, в самооправдании и может привести к плохим последствиям. Ведь теперь, к чему мы и стремились, просто так и случайно в нашей жизни быть не может. И все в руке у Бога. Скажите Аминь. Бог Отец, а это именно рука Бога Отца Небесного, может как очерствлять, ожесточать, так и смягчать, располагать сердца окружающих нас людей. Несмотря, верующие они или нет. Ожесточение сердца фараона. Например, посмотрим историю исхода евреев из Египта. Посмотрим примеры ожесточения и расположения сердца. Откроем книгу Исход 9 главу, стихи с 10 по 12. Они взяли пепло из печи и предстали перед лицом фараона. Моисей бросил его к небу и сделалось воспаление с нарывами на людях и на скоте. И не могли волхвы устоять перед Моисеем по причине воспаления, потому что воспаление было на волхвах и на всех египтянах. Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не послушал их, как и говорил Господь Моисею. Это книга Исход 9 глава, стихи с 10 по 12. Еще пример. Стихи 20 и 21. Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых. И сказал Господь Моисею, простри руку твою к небу, и буди тьма на земле египетской, осезаемая тьма. Это книга Исход 10 глава, стихи 20 и 21. Здесь говорится, что Господь ожесточил сердце фараона. Тут есть места, где написано, что сам фараон ожесточил. Но Моисей пишет, что это ожесточение было не без участия Господа. Божья цель. Но это была не просто какая-то игра. Была определенная цель у Бога. В стихах с 3 по 6 Господь говорит Моисею. Но я ожесточу сердце фараонова, и явлю множество знамений моих и чудес моих в земле египетской. Фараон не послушает вас. И я наложу руку мою на Египет, и выведу воинство мое, народ мой, сынов Израилевых, из земли египетской, судами великими. Тогда узнают все египтяне, что я Господь. Когда просу руку мою на Египет, и выведу сынов Израилевых из среды их. И сделали Моисей и Аарон, как повелел им Господь. Так они и сделали. Эта книга исход 7 глава, стихи с 3 по 6. Тогда, во-первых, все египтяне узнали, кто есть Господь. Во-вторых, он вывел сынов Израилевых. Друзья, они не сами вышли, как на прогулку. Их Бог своей рукой вывел. И это было его переначальное желание. И это желание исполнилось, даже если царь египетский этого не хотел. Это мы посмотрели на ожесточение сердца. И что Господь вполне может это делать. Посмотрим на еще один пример. Это расположение сердец. Признаки Божьей благодати и расположение сердец. Откроем также книгу Исход, 11 главу, стихи с 1 по 3. И сказал Господь Моисею, «Еще одну казнь я наведу на фараона и на египтян. После этого он отпустит вас отсюда. Когда же он будет отпускать вас, с поспешностью будет гнать вас отсюда. Внуши народу тайна, чтобы каждый у ближнего своего и каждая женщина у ближней своей выпросили вещей серебряных и вещей золотых и одежд. И дал Господь милость народу своему и сказал своему в глазах египтян. И они давали ему. Да и Моисей был весьма велик в земле египетской, в глазах фараона и рабов фараоновых, и в глазах всего народа». Это книга Исход, 11 глава, стихи с 1 по 4. Здесь написано несколько интересных моментов. Во-первых, сам Господь сказал, чтобы Моисей сказал народу выпрашивать вещи, серебро, золото. Не Моисей решил, или не сам народ на собрании решил. Это была воля Божья. Это он сказал выпрашивать серебро и золото. Посмотрим. Представим, что произошло. Все израильтяне пошли по своим соседям и у тех, у кого работали или хорошо знали. Тут написано слово ближнего своего и каждая женщина у ближней своей. То есть они пошли не на улице грабить прохожих египтян. Бог сказал пройти только по ближним своим, тех, кого они знали. Во-вторых, интересный факт, полезный для тех, кто изучает благодать, это то, что люди должны были сами пойти. Не Бог скинет им с неба им серебро, золото, одежды. Израильтянам пришлось самим, несмотря на страхи, переступить их и идти просить. И тогда Господь дал милость народу своему в глазах египтян. Бог расположил сердце египтян к израильскому народу, и они давали ему. Он хочет и исполняет. Одна история и два расположения сердец. Признаки Божьей благодати, ожесточения и расположения. Одно время, одни люди. На ожесточение и расположение противоположной вещи. Фараон ожесточил сердце, что привело к определенным последствиям, как его семью, так и весь Египет. Египетский народ расположил свое сердце к израильскому народу, что также привело к своим последствиям. Но все два случая – это все желание, рука Господа. Как мы помним, Бог сказал, что Он покажет, что Он есть Господь. И, во-вторых, Он вывел народ израильский из Египта. У Него была цель, и Он ее совершил. Кто может остановить его? Так может Господь ожесточать или располагать сердца людей? Все зависит от обстоятельств и цели Господа. Но нам, рожденным свыше детям Божьим, все, что происходит, все содействует ко благу. Почему? Потому что мы дети Божьи, и наша жизнь полностью в руках у Бога, Отца Небесного. Скажите Аминь. Господь изменился в наше время? Если Он хочет что-то сделать в твоей жизни сегодня, как ты думаешь, сделает? А еще вопрос. Он скинет все тебе с неба? Или все-таки тебе нужно будет пойти к ближним и просить? То есть, тебе нужно будет что-то сделать или что-то делать в твоей жизни? Может пойти учиться, чтобы иметь достаток в семье? Может пойти служить братьям и сестрам в твоей церкви? Сделай шаг веры, брат, сестра, чтобы благодать Божья могла проявиться в нашей жизни. Бог Отец показывает свою благодать. Но как бы там ни было, Господь, Бог Отец, все одно показывает свою благодать. И мы можем ее увидеть через расположение и ожесточение сердец тех людей, с которыми контактируем. Друзья, задайте вопрос Богу. Покажи мне свою благодать на мне. Спросите у Духа Святого. Прямо сейчас помолитесь и спросите. Задайте вопрос Отцу Небесному. Как бы там ни было, сегодня мы путешествовали во времени. Смотрели, что говорит Моисей о сердцах, исходе египетского царя и народа и их сердцах. Более того, мы еще много будем говорить на тему Бога, Иисуса Христа, Духа Святого. Подписывайтесь. Будем вместе путешествовать по страницам Слова Божьего в современном мире. Пожалуй, сегодня я заканчиваю. И между прочим, если вам понравилась запись или вы получили слово Откровения Духа Святого, конечно, поставьте лайк. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok